К сожалению, интернет для меня уже не настолько сильно актуален, потому что newsru.com прекратила работу. Они просто сказали, что все, мы тут малость подустали, и вы нам не даете это делать. Хотя, в принципе, малость подустал, может быть, и YouTube.com в Китае. Там вообще нет никакого предоставления услуг к этой широко распространенной информационной тематике. К слову о том, что там мой канал-то и есть. Но, как бы, у нас такая же ситуация возникла, да? 4Tube закрыли. Я любитель этого дела, смотреть эти замечательные сюжетики. Но вы закрыли. А есть же такая штука, которая называется торрент-трекеры. Не слышали? Ну, вы можете закрывать отдельные каналы, а торрент-трекеры вы закрыть не в состоянии. Поэтому некоторые китайцы смотрят YouTube. Ну, да ладно. Мы сегодня не про эту тему будем говорить. В связи с тем, что интернет закрылся, что мне осталось считать вообще в интернете? Ну, я открыл пикабу. Вы, большинство из вас, кто использует интернет, эту платформу знаете. Там обыкновенные нормальные приколы. И в этом обыкновенном нормальном приколе дело было как раз позавчера или несколько дней до того, как я снимаю этот сюжет. Я снимаю этот сюжет 2 июня. Такая приводчика была. То есть человек закрыл девушке глаза, устроил стол такой красивый. И она ее спрашивает. Дорогой мой, а где мы? Сейчас немножко расскажу, что дальше. На заднем плане были что-то навороченное. Нет. Обыкновенное место, где люди пилят дрова. Он говорит, это самое дорогое место. Сегодняшний наш сюжет будет вообще без моих комментариев. Мы зададим единственный грамотный вопрос. Как вам с ценниками в электросиле? Кусаются ли они или нет? То есть вы сходили, посмотрели, да? Пришли куда? В электросилу? Да. И покупаете здесь? Да. То есть мы не будем говорить, что ценники очень сильно для вас укусились? Нет. Нет, незаметно. Ценники кусаются? Ну, как средние по рынку, мне кажется. То есть, в принципе, можно здесь брать товар нужный? Да. И вы берете? Да. Как и ценники, кусаются или нет? Нет. Нормально жить можно? Второй раз обращаюсь за неделю, все нормально. Ну, вот вы сейчас брали себе электросилы, лампочки нормальные? Да. То есть можно приходить сюда, да? Да. Как вам ценники здешние? Ну, в принципе, цены меня устраивают. Вас устраивают? Да, мы еще посмотрели и определили, что, в принципе, достаточно не сильно крутые размеры. Для вашего насоса брать. Да. Ну, а так будете брать здесь? Ну, собрался, да? А сейчас все подорожало. Все дорожало. Сейчас тоже сказал, что дешево, дешево. Но вы частные суда гости, да? Отчасти, я никуда хожу так. Ну, очень, ну, нахожу. И, в принципе, как бы можно здесь брать товар, да? Если бы когда нет, то возьмешь, конечно. А так, в принципе, здесь можно находиться, да? Да, естественно. Я не первый раз уже покупаю. Хороший магазин с хорошим ассортиментом. У меня очень интересный вопрос. Вы же пенсионер, да? Да. Такой же, как и я, да? Да. Но каждый пенсионер смотрит и думает о ценниках, естественно, да? Да. Вы когда сюда заходите, вам ценники здесь нравятся? Нравится. То есть можно брать, да? Да. Ну, еще маленький финальный вопрос. Цена 285, это сильно большая цена для пенсионера? Смотри, какой пенсионер. Ну, вам нравится? Мне водяна пенсия, то я могу взять. Вау, такой вообще крутизна. А так, если для пенсионера смерть, то вот, полпенсия там 15-16 лет. У меня 15-13 тысяч, я бы все равно сюда приходил. Первый раз здесь, да? Смотрите, нравится? Пока не понятно. Пока не понятно, да? Но найти можно. Наверное, найти можно. Ценники для вас вообще к вам не кусаются, да, ведь? Нет. То есть берете мощнейший вам? Да. Прямо здесь, в электросиле? Да, конечно. То есть нашли? Угу. Можно брать? Нужно. Да, я всегда здесь покупаю хороший магазин. То есть можно брать, да? Тут все есть, что нужно. По электрике имею в виду. Да не просто как-то сложно, а мне реально непонятно. То есть люди приходят, они понимают, что куда-то ценники пошли вверх. Но электросила не поднимает ценники ни в два, ни в три раза. Чуть-чуть с небольшим. Но в основном все товары, конечно же, по той же замечательной цене. То есть дядя Володя же вам правильно сказал. Владимир Владимирович Путин. Я его люблю, естественно, потому что мы с ним неоднократно встречались. Да-да-да, была такая ситуация. В принципе, я его снимал неоднократно, если вы не помните. Так вот, он так и говорит. Ребят, все будет вполне спокойно и ровно. Делайте все грамотно. И тогда народ вас полюбит. Может быть, стоит прислушаться к словам умного человека.